Приговор для дизеля. Высший административный суд Германии сегодня решал, можно ли запрещать въезд на старых дизельных машинах в центры городов. Как проходило заседание и какой вердикт? Татьяна Лагунова подробнее. Возле здания Высшего административного суда Германии акция протеста. Представители разных немецких организаций по защите окружающей среды объединились под одним лозунгом. Мы имеем право на чистый воздух, чтобы попросить суд подтвердить это право своим вердиктом. Не менее внимательно, чем экологи, за сегодняшним заседанием следили и миллионы немецких автомобилистов. Высший административный суд страны решал, имеют ли муниципальные власти право запрещать въезд в города на старых дизельных машинах. На тех, которые не соответствуют новейшим экологическим стандартам и загрязняют воздух. А таких автомобилей на дорогах Германии 13 миллионов. Формально суд рассматривает запрет на дизельные авто в двух городах Штутгарте и Дюссельдорфе. Там экологи давно судятся с местными властями, требуя выгнать старые дизели с улиц. Но вердикт будет прецедентом для всех городов, в которых загрязнение воздуха превышает норму. А их в Германии более 70, включая Берлин, Мюнхен, Кёльн и Дрезден. В Мюнхене, Кёльне, Дюссельдорфе уже говорят, что не смогут соблюдать нормы чистоты воздуха без этого запрета. Так что другого пути просто нет. Автомобильные эксперты не настолько оптимистичны. Мол, подобный запрет нанесет сильный удар по немецкому автопрому и по кошелькам владельцев таких машин. Да и воплотить в жизни решение суда будет непросто. Нужно понять, каким именно дизельным авто будет запрещен въезд, в какой временной период. Будут это отдельные улицы или территории города полностью. Нужно понимать, что контролировать соблюдение этого запрета будет тяжело. В первую очередь для полиции. Не просто решение дается и суду. После многочасового заседания коллегия неожиданно объявила, что откладывает оглашение вердикта на неделю. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.